Как же могут быть реализованы в технологиях наши потребности? И я здесь хотела бы уже теперь к высшему уровню потребности обратиться. Высший уровень – это потребность в самореализации, в развитии того, что в нас заложено, что делает человека по-настоящему счастливым. Самореализоваться человек может, в принципе, в любой области деятельности. Здесь возможности, которые предоставляет нам жизнь, они практически не ограничены. Кто-то найдет себя в профессии художника. Вот на слайде тут разные профессии показаны. Кто-то будет творческим учителем, поваром, настоящим, что называется, повар-художник, уже такой высоты самореализации он достиг, пилот, артист балета. Всего перечислить невозможно и включить в этот слайд. Хочу обратить ваше внимание здесь на два пункта в этом слайде. Не забывайте, что самореализоваться, особенно для девушки, женщины, очень хорошо можно в создании настоящей, крепкой, красивой семьи и в воспитании собственных детей, о чем мы часто забываем. Мы думаем, что самореализация – это только творческие профессии. Это танцевать, петь и играть на фортепиано. Ничего подобного. Воспитать счастливых детей, сделать дом, в который захочется приходить, уютный, комфортный, красивый – это тоже такая общественно важная самореализация. И я специально также поместила здесь портрет Владимира Васильева, легендарного нашего артиста балета, действительно легендарного, который в своей профессии достиг высот для многих и до сих пор, ну, он у нас современник, слава богу, еще вполне творческий человек, да, не для всех достижима. И тем не менее масштаб личности, оказывается, может быть таков, что ему и этого мало. И вот здесь он показан за работой немножко другого рода. Он, помимо того, что он прекрасный артист в своей профессии, он еще и хороший настоящий поэт, и хороший профессиональный художник. Вот, оказывается, кому-то недостаточно даже самореализоваться в работе. В этом случае мы еще находим так называемые хобби, которые дополняют нашу личность, ярче раскрывают наши возможности. Таким образом, действительно, потребность самореализации, она может быть достигнута как угодно. Однако любая самореализация – это все равно всегда технологии. Технологии танца, технологии рисования, педагогические технологии. Да, счастливые люди, которые владеют этими технологиями, им радостно жить на свете. Но эта технология – это же всегда практика, это опыт, это деятельность. И я вот обращаюсь и к учащимся, и к учителям. Просто так рассуждать о технологиях – это у нас сегодня такой вот-вот в эту тему, вход в нее, да? Просто так рассуждать о технологиях, особенно для учащихся – это не имеет смысла. Технологиями надо овладевать. Вот на этом слайде подобно равны тоже различные технологии, которые показывают различные виды деятельности, и на которых показано, что действительно деятельность требует упражнений, требует делания. Любая абсолютно. Она не будет, тем более, если мы говорим о самореализации, это уже вершины, это уже мастерство. Ничего не получится, если ты не будешь просто трудолюбив и не будешь волевым человеком заставлять себя идти к вершине. Вот напомню, в этом смысле интересные и очень поучительные слова Льва Николаевича Толстого. Когда его спросили, сказал кто-то из поклонников, «Как просто у вас все, вот так просто все написано?» Он ответил, «Будет просто, если переделаешь раз соста». То есть, если уж Толстой переделал раз соста, то нам, что называется, это, наверное, просто необходимо. И в любом деле действительно очень важна вот эта вот тренировка. Причем вот современная психология и социология, они говорят о том, что даже не обязательно, и, пожалуй, даже и не нужно это, чтобы ваши все эти вот упражнения, этот опыт, эта деятельность, которая готовит вашу личность к вершине, к восхождению на вершину, она была обязательно именно в той области, в которой будет, например, ваша будущая профессия. То есть, чтобы стать врачом, вовсе не обязательно ходить в кружок юных медиков. Может, такие и есть. Оказывается, наоборот, чем шире диапазон деятельности, тем шире диапазон личности. Ну, во-первых, более обеспечивает свобода выбора в этом случае. А во-вторых, самое главное, вот эта деятельность, она в любом случае, она развивает инициативность. Вот мальчик занимается самолетостроением. Может быть, он совсем и не будет авиаконструктором. Может быть, он будет талантливым менеджером. Может быть, он будет поваром, в конце концов. Но та изобретательность, общий интеллект, который он добудет в результате вот этой деятельности, которой он занимался в детстве, они останутся с ним. Может быть, интерес к авиамоделированию у него уйдет. Точно так же. Вот ребенок лепит из глины. Вполне возможно, что он всю жизнь лепить из глины не будет. Но то, что он приобрел опыт творчества, он с ним останется. И он будет в любой деятельности ему помощником. Вот это важно. То есть нужно обязательно вот этим деланием, так сказать, деятельностью, конечно, заниматься. Желательно найти себя в каком-то виде деятельности, но искать необходимо. Таким образом, действительно, самореализация – это всегда тоже технологии. Вот еще один слайд, в котором показаны авторские изделия, выполненные из различных материалов. Я хочу отметить в связи с этим следующее, что технологии сейчас все больше стремятся к техническому совершенству. Все больше они перекладываются на машины, на роботы, на приборы и так далее. Но оказывается, человек умелый и в индустриальном обществе, и в том, который придет на смену ему, он всегда будет востребован. Это не только мое убеждение, это жизнь подсказывает сама. Во-первых, почему? Потому что чем выше развита цивилизация, тем больше стандартизировано производство и стандартизирована продукция этого производства, тем больше, оказывается, человеку хочется быть индивидуальным, немножко подчеркнуть чем-то, свою непохожесть на других. Он хочет быть в обществе, но он хочет отличаться. Это естественно, я думаю, и каждый из вас про себя то же самое скажет. Поэтому ему хочется выбирать необычное. А необычное – это штучное, это сделанное кем-то, и, скорее всего, руками или технологиями, с помощью технологий, которые обслуживают этот ручной труд. И также точно тот автор, который делает все это, это его самореализация. Таким образом, это общественная потребность. Иметь уникальные вещи и производить уникальные вещи. То есть мастер с большой буквы, он всегда будет, конечно же, востребован. И эта жизнь нам на каждом шагу подтверждает. Причем опять вот на слайде тут разнообразные самые направления работы показаны. Вы можете видеть. Кто-то с бумагой работает. Такое творчество, что у людей просто дух захватывает. Кто-то изготавливает, скорее всего, вещи, которые употребляются в жизни. А теперь давайте обратимся к тому, как мы готовимся к этой самореализации. Как мы готовимся к тому, чтобы участвовать в технологиях производства, в том числе технологиях будущего. Вот этот наш предмет технологии в общеобразовательной школе, он как раз позволяет овладевать совершенно конкретными технологиями. Между прочим, такими, которые уж точно по жизни будут необходимы. Это жизненные технологии организации быта, в первую очередь. Кем бы ни был человек, бытом всегда нужно заниматься. Устроенный быт – это наш тыл. Это еще и творчество. В любом деле, в процессе обучения вы не только имеете возможность вносить творческую нотку в любое дело. Как правило, ваши мудрые педагоги, умелые, создают для этого необходимые условия уже в процессе обучения. И таким образом идет развитие творческой личности в нашей общеобразовательной школе. И если говорить о том, что технологии не стоят на месте, то мы должны с вами действительно, как истмен, попытаться уловить, какие же из них будут востребованы завтра. Потребности наши, конечно же, мы не можем сказать и общественные, и личные, что вот просто удовлетворены, мы теперь только так и будем жить. Нет, конечно. У нас много проблем, действительно, которые требуют решения, в том числе глобальных проблем. А глобальные проблемы – это глобальные потребности. Вот на этом слайде вы можете видеть, одна из этих проблем и потребностей – это нужно что-то делать со сферой энергетики, добычи энергии, производства энергии. Пока что у нас гидроэлектростанции, тепловые электростанции, атомные электростанции, – это основные производители энергии, которой пользуется человечество. Но, к сожалению, технологии современные несовершенны. Они работают на так называемых невозобновляемых ресурсах. Вот если говорить, например, о добыче нефти, газа, да, на которых тепловые станции работают, угля, и человечество уже задумывается над тем, что эти запасы могут скоро закончиться. И нужно, действительно, уже сейчас мы просто обязаны искать другие, возобновляемые какие-то ресурсы и технологии, которые работали бы на это. Потому что планета загрязняется, и очень много проблем, которые именно выводят на новые технологии, они заставляют нас задуматься. Вот, например, это уже не технология, можно сказать, такого полета, да, это не игра на фортепиано, это не оперные арии. Можно даже сказать, что это какие-то приземленные вещи, мы о них должны думать. Да, приземленные. Вот технологии переработки мусора. Но они вполне могут найти своего творческого созидателя такого. Пока что они далеко не совершенны, и планеты все более и более замусориваются. В правом нижнем углу здесь вот показан проект так называемого восстановленного острова, острова из мусора, который предложен голландцами создать вот из мусора такой остров в Тихом океане. Они уже даже примерно придумали, на каких технологиях там можно будет что-то выращивать, питьевую воду как получать. Ну, может быть, да, хотя бы так. Но во всяком случае это тоже не решение проблемы. И есть над чем задуматься. Чтобы планета наша вновь была чистой, чтобы она была здоровой, и чтобы жить нам было весело и удобно. То есть технологии будущего, они связаны с целью, как сохранить планету и как сохранить себя. Они в основном такого экологического свойства. Это слово мы уже привыкли слышать. Производство экологичных продуктов, которые не разрушали бы наше здоровье. Производство или воспроизводство питьевой воды. Нам уже говорят, что ее тоже становится все меньше. И об этом тоже нужно задуматься. Чистые технологии получения энергии. Вот, например, хотя бы солнечные батареи, которые сейчас активно используются во многих странах, особенно где световой год такой более продолжительный, чем у нас. Энергия ветра. Это все то, что тоже будет совершенствоваться. И подрастающее поколение, нынешнее поколение, оно об этом должно задуматься. Здесь есть в чем проявить свое творчество и проявить себя. Так называемые нанотехнологии, они тоже не останутся простым словом, пустым словом. Очень активно они используются и будут использоваться, например, в медицине. То есть, очевидно, совершенствование медицинских технологий должно идти по этим направлениям. Во-первых, быть природосообразным, чтобы хотя бы лекарства использовались по принципу, не по принципу, одно лечим, другое лечим, а действительно просто лечим. Но и вот эти нанотехнологии, микроприборы, микрочипы, которые могут вживляться в организм и работать там, не разрушая этот организм. Это все технологии будущего. И обращаясь к подрастающему поколению, я хочу сказать, для вас обеспечено широчайшее поле деятельности. Но тут нужно обратить внимание на одну маленькую мелочь. Чем проще и легче становится жизнь людей, чем проще технологии для пользователей, тем они, как правило, сложнее для тех, кто создает все вот эти приборы, все это производство. И они требуют настоящего хорошего образования, широкого образования и в области физики, химии, биологии, математики, астрономии и так далее. То есть, есть над чем задумываться при выборе пути. Я благодарю за внимание и желаю всем успехов в творческой самореализации, в том, чтобы потребности ваши и общественные благодаря этой самореализации удовлетворялись как можно лучше. Всего доброго!